В рамках нашей конференции во второй части не просто слушать, но можно задавать вопросы. Пожалуйста, будет из презентации, да? Презентации есть, я просто не обновлял презентацию, у всех со экрана нет. Я для физмата подготовил схемы динамические, с графиками и так далее, чтобы вы поняли, что такое экономика и почему. Цифровая экономика, почему она заковычена, вы поняли, да, вы говорили, написали на улице, на улице, наобране. Значит, тема для меня, именно о цели возможных рисков, последствиях цифровой экономики. Прекрасной была первая половина, значит, наши конфеты, вот, компьютерщики, я их очень люблю, я сам, во-первых, образовал неожиданно, во-вторых, у меня конфеты, спецфакультет, уроновский. Потом последний слайд будет наш, и русский, и уроновский, и так далее. Именно о настоящем цифровой экономике. Как вот, я просто сейчас прочитаю вам быстренько, и если будет, то потом вы представите. Значит, во-первых, никаких дискуссий смысла нет вести, потому что вы знаете, что такое фрейминг, вы знаете, что такое коридор действительности. Каждый человек от рождения и до смерти, у каждого человека свой мир, и свое мировосприятие, мировоззрение, соответственно, и так далее. Как начинать дискуссии, а они в каких дискуссиях принципиально не учатся, потому что это глупо. Вот, и не надо мешать друг другу воспринимать действительность, как она есть, и, как говорят у нас там, именно вот это многообразие, многоцветие, например, всего с избытком, и надо ценить. Вот, так вот, начнем с анализа вот этой диджитал-экономии, как ее называют, да? Ну, это первое, так сказать, начнем от терминологии. То есть термоцифровая экономика, диджитал-экономика, экономика отсчитаемая с помощью цифровых телекоммуникаций. Этот дом, да, что в 94-м году струбулировал свои предприятия, но есть оттепление их более сложное. То есть система уже экономических, социальных культурных отношений, основных, то есть улицы, хороших, хороших, и так далее, диджитал-экономики, вы видите, да? Первый слайд, включил, пожалуйста, на основу, и я щелкнусь, славу просто, правильно? Да. Но ученые в ГРУ учили, что мы в ГРУ, а мы специально предпринимали, что реагировать, именно нет. Помимо цифровой экономики используются электронные экономики, новые технологические укладки, IPR, технологические приложения, креативные экономики и так далее. И разношение здесь именно несключает, именно, прежде всего, о чем я сказал, и просто, и все, да, среди профессионалов, абсолютно несключает на самом деле. Это будет продолжаться в том, что вы знаете, что смыслы, реальные, истинные, электронные смыслы, они понимают, что нет нюансов. Вот сейчас тут не подойдется. И только подавляющему большинству, подавляющему всех, да, ну, условно-рабокатери, понимаете, да, о чем речь, все понятно, и всегда все понятно, естественно, и намеренно, и многим даже не обязательно. Подниму им комитет, и мы еще разговаривали, то есть, как бы все это международные, в чем суть эспекта, в чем наши специалисты. То есть, первое, он выявляет в церкви, не в соответствии, не в соответствии чего, какого-то экология. И далее, цель экспертного заключения, это описать, в основном, корректирующиеся существующиеся процессы, или упреждающие действия, если это новое что-то. Так вот, я иду по пути, как профессиональный эксперт, в международной категории 1, упреждающие действия. То есть, обратите внимание, кто, кто занимается цифровой экономикой, на следующий момент. Значит, начало, вот самое, начнем с анализа, значит, что это, база, именно самый тяжелый вопрос, научно-экологическое база. Вы знаете, например, религия, цель, значит, на первом букву, это нано, био, интро и вовно. То есть, вот эти основные составляющие, база, берем, с 2002 года, ну, у них технология по-нашему, значит, модернизация промышленности, робот-техника. Посмотрите статистику, за 2014 год, Россия приобрела 700 роботов из 200 тысяч, значит, Китай в этом году 56 тысяч. Комментировать не будет. При этом, при всех возможных получениях и так далее, всевременное увеличение принципа наилучшего здоровья технологии, полюсово-экология 19-го года. Комментарий? Веснишний, да? Далее. Позитивная наука. Кратко. Понимаете, о чем? Масса нуждинформации. То есть, это важнейшая составляющая комплекс от, вовлено-консервигенции, формирование, фитологии, генерации, обработки наук дали. Объективный физический мир, здесь субъективным химистариатом, трансформироваться в трехмерное измерение, которое определяет людьми достаточной степени его адекватности. Не только четырехмерное, там и четыре, это уже такое, то есть, вы знаете, что дальше все. Глассовное насместение, расширяющие границы человеческой порции, трансформации, представление о существовании человека, рамеи, скептиз, королей, гидрономии. То есть, искусственно, естественно. Вы понимаете, что в условиях и вообще в формате цифровой экономики, там уже практически естественно показателей нет. Да хотя и сейчас там всякие показатели типа ВВП и все прочие мистические какие-то цифры, которые физически отличены. То есть, в советское время там что-то было? На душу выделения, как они называли. Там столько коров, сколько свиней, там было все конкретно. Сейчас какие-то цифры там будут. Никакого отношения к человеку не имеют. А ВВП можно пронять за счет чего? За счет прибыли. Вот Глазин вчера сказал, Сергей Григорьевич, за счет банковской примеси, популяции и так далее. И людям от этого не было бы ни жалко. Этих коэффициентов очень много. Это вот эти ложные цели, которые расставлены ловушки по всему полю, не только финаличные. Так вот, значит, информационный взгляд на объекты, распространение информационной эксплуатации жизни ведет к реализации сценариев цифрового бессмертия. Вы знаете уже об этом, да? Если самое главное, в моем составляющем обратите внимание, трансфик гуманизма. Значит, человечество подобное. Немножок сверху структур живой и живой природой. Создание природоподобной, искусственной, глобальной, технологической среды. Вступившей природой. Человек естественной средой обитания. То есть идет, на самом деле, человек становится придатком, и у него связь природа остается только для естественных потребностей. Остальное все природа, она даже, вы знаете, давно уже у нас сознание уже меняется. У нас есть природа, что в природе, да? То есть Господь создал человека и природу. А вы знаете, уже окружающая среда, экология, то есть вообще не русские понятия, они совершенно абстрактные. Мы давно уже подготовлены к этой цифровой экономике. Это не вчера. Так вот, аналог технологии, на самом деле. Микро частицы, микрон, токсичны для человека. Вот по золоту пример. Золото токсично просто. Но дело в том, что самое опасное, что эти наночастицы, они могут проникать через дыхательные пути, через силистовую оборочку и сразу в кровь. То есть если их выпустить, это страшное оружие массового уничтожения. Поэтому здесь вопрос очень серьезный. Не случайно у нас самый ответственный человек этим занимается в России. А так, немножко интерполируете, о чем я говорю, да? Искусственный интеллект. Это все там риски, я их не называю. Просто обратите внимание. Морфи-эффективно управлять совокупностью нано-машин. То есть нано-ассемблеры, вопрос в чем? Что идет распыление, и они где-то находятся, вы их не видите. И они в нужный момент включают, и начинаются какие-то производственные процессы, помимо человека. То есть это совершенно другая экономическая ситуация, потому что они производят. И будут, это уже есть. Они будут производить себестоимости там в десятки, в сотни, в тысячи раз ниже, чем сегодня. Ни о какой-то рабочей силе, ни о какой-то занятости речи не будет. То есть вот предыдущий выступающий, он правильно говорит. Надо понять, что речь идет совершенно о другом мире. Это не какие-то компьютеры, стенки там, штукатурку или еще-то строительство. Вы поймите, там человеку места нет. Речь идет о расчеловечивании человечества. Ну, я не буду дальше регулярно волновать машину. Речь идет о превращении природы непосредственно в производственную силу, ликвидации традиционных производственных отношений. И это может привести в серьезную трансформацию традиционной социальной организации общества, государства, современного понимания, социальных отношений. Ну, про товар, деньги товара я вообще молчу. Там, понятно, уже места нет. Но я регулировать эту главную тему не буду. Потому что как они называли, там экономика знаний мы уже построили, да? Потом, раз, главное, недавно здесь, это, мобилизацион экономику мы уже все сделали, да? Сейчас перешли к цифровой, слава богу. Это тоже сейчас построим через пару лет. Но что за этим стоит? За этим подослово и выручное и так далее. Прилежит что? Мани, мани, мани. Прибыль. У нас везде экспоненты. Везде. Банковская прибыль. Вы знаете формулу сложного процента, да, Надежда? Это, это, откуда грезисы бывают, возникают. Они математически заложены. И все ВВП, это уже самое, у нас ждет процент от достигнутого. То есть проценты, проценты, так-то складываются, у нас экспоненты. И грезисы возникают, вот спады, 70 лет. Они говорят, ну, предсказать нельзя. Математика, элементарность совершенно. И все это остается. А это что? Понимаете, да? Человек уже никак влиять не может. Поэтому, если не поздно, вот, к имборнизации, я не буду говорить, в авиации особенно. Вы знаете, вот, когда самолет упал под Сочек. До сих пор закрыты данные, да? А все-таки, ну, я немножко обученный чуть-чуть человек, да? Спецфакультет все-таки закончил. Дело в том, что, да, кто там за штурвалом был и так далее, но там-то речь идет противоречия человеку и машины. Передавелся он машине или отвлекся и так далее. Вот последние данные на то не ели. GPS. Оказывается, ученые уже посчитали. Мозгит отключается человеком. Он включает GPS, поехал, да? А мозг отключает эту функцию. Аварий увеличивает. Почему? И так далее. Это очень опасные вещи. Вы функцию даете ему, она еще не вживлена здесь. Она в рот просто экран. И уже автоматом, подсознание, вы не можете этим управлять. Подсознание GPS отключает мозг. И вы теряете ориентацию в пространстве. Это очень серьезные вещи. Обратите на них, пожалуйста, внимание. То есть вот много вопросов относиться к социальному развитию. Потому что это совершенно другой момент. Перспектива распущей остановленности индивидуумов. А это вот, они говорят там, консолидация, рождация, скорость и так далее. Группость полная. Во-первых, абракадабры, это как все мороны, с лучником. Это не тючев с Пушкиным там. Не мертвые души там, хоголи. Не совместимые вот эти вот абракадабры там, святая ложь и так далее. Они убивают человека. Если раньше не воспринимались в России там, золотого века, для того чтобы обратить внимание как-то и прочие все вещи, то сейчас они уничтожают русский язык. На минуту. Ну давайте я там в конце все полистать, пожалуйста. Да, поднимай. Я ничего больше отлучиваю. Последнее, то что касается... Да, вот относительно науки все-таки. Где там есть... Да, давайте вот относительно науки. Мне очень важно, чтобы вы поняли, что мы вообще-то будем все виноваты и учимосоружены на русском языке. Вот, научная. Проблема реальной полезности науки, она чрезвычайно принципиально от страха. Потому что простые люди не понимают этого. Даже ученые не понимают. Это арха, академики, они за сих пор не понимают этого. Я знаю, о чем говорю. Казалось бы, что в этой ситуации мы должны помочь людям разобраться происходящим. Но вместо этого лингвистичные вот эти праведные стандарты, двоякий язык, который ученые используют, как бы естественно, да? Для себя профессиональный язык. А это для общества и так далее. Но вот это очень страшная вещь. И это и одновременно результаты применения. Они говорят, ну что, ДНК, ну там изменения генны, они давно генны уже не летят, там давно и так далее. То есть, тем самым, они уходят от ответственности тех разработок, в которых они участвуют. И защищают даже их. И за чего? Все на этом стоит финансирование. И особенно вот лобируются вот эти вот все вещи. Именно этими людьми. Поэтому вот мы хотя бы не молчаем, вам нужны. Надо, чтобы говорить, даже я мог Коварславу молчать, не дается у Бог. Нельзя я Коварславу, нельзя молчать. Надо говорить, кому то шпаться, но ты должен отзвать. Потому что, очень важно, я не буду сказать. А если Бог на нас, то против. Давайте, последнее. И теперь вот, относитесь к здоровой экономике. Вот это. Значит, ну, предложение я не встал. Естественно, надо широко обсуждать это. Что мы вообще в Тимбурге, за нашими спинами этого не делали. Чем больше народу, чем больше точек зрения, взглядов, парадокстральных, в том числе и мой, и так далее, будет, тем лучше. И далее, значит, надо, не надо торопиться. Вот это вот так. Экселератор там, ах, там, ифория, сэндрога. Ни в коем случае. Вот русская ПКО направь. Не торопитесь. Понимаете, да? Посмешишь и пей. Посмешишь. Значит, последнее, вот то, что здоровая экономика, ярчайший пример, это надо помнить нам всем и гордиться. Значит, я учился на спецфокультете экономисту международников готовят для систем, для структуры ООН, организации объемных даций. Значит, у вас, там, если кандидат одного было в группе, значит, мы изучали вот эти межотраслевые балансы, на которых строится система основных щитов. Заслуга нашей школы, именно русской школы, именно в Российской империи это начали делать. И потом, в 1924 году, вот, первые балансы, потом Леонтьев вынужден был уехать на Запад, и, значит, американцы, разведка подхватила его, потому что они узнали, что он мой земляк, вознесенский председатель Монслана, который отвечал полностью за перевоз, обычный ценозакт, то есть он был представителем Госклана до войны, его расстреляли только в 40-м каком-то, в 49-м году, он вляпался в это время городское дело, чертский наш земляк, я сам пульский, поэтому, значит, эти вещи очень серьезные. Только благодаря этим технологиям, этим цифровым системам основных щитов, у нас сегодня сопоставима в мире экономика по всем окраслям, пять сотен направлений, в США все это разрабатывается, но РФМ, к сожалению, руководство приняло вариант для малоразминающих стран. Я или их команды, министерство малого бизнеса, когда меня там предлагали, начали, губернаторам предлагать, зам по экономике и прочее, значит, я истанал, и говорил, я стажировался первым в прошедении специалистов из Советского Союза по малому и среднему бизнесу и зонам свободного предпринимательства. Это технологии для Африки. Мы индустриальная страна. Я тогда не могу себе представить, что они повышат всю промышленность и превратат нас в кукурас. Но кукурасам мы кому помогаем, хотя бы за эти по-прекущей золотые, за валк-бусы. А у нас сегодня нефть уходит миллионами тонн, газ миллиардами кубометров, вот, что на место их приходит, туда, в эти пустоты. Догадываетесь? А что мы имеем в итоге? В советское время мы получали великолепные станки на вещи, вся промокла на этом стояла. Сегодня что мы получаем? Какую-то циферку в каком-то не нашем компьютере. Понимаете, да? Вот почему пришли. Вот она цифровая экономика, с вами все. Спасибо большое. Понимаете. Основной этап. Просите, да, вопрос. Основной вот на схеме, это для вас, друзья мои, времени нет, видите, докладка какая-то про экономику. У нас главный пустот нет. До сих пор. Один вопрос. Слава богу, я говорю, в актеры и заборы. Да. Моем понимание как раз не из-за финансов, а для этого нужна от цивилизации. Вы не можете давать экономику широкую? Да нет, цивилизация правильная. Я там выделил, если где могут быть. Транспарманисты, они провели в 12-м году, в России прошло так, а в 13-м году они форум провели в штатах и обратились к генеральному секретарю. Речь нам идет именно о Барбатарах. И у них, посмотрите, как вы найдете в интернете, вот она книжка, значит, здесь вот Владимирович должен был презентовать, Сергей Юрьевич. Вот здесь шестая глава. Я не знаю, когда они будут презентовать. Образитель, значит, здесь большой авторский объектив. Я взял шестую главу, просто посмотрел вот по технологии. Она прекрасная монография вот этого под редакцией Сергея Юрьевича Владимирова. Заметьте, потому что по-моему, в 13-м году ученых будут презентации. Аврей. Там раздела шестая глава и следите за этими вещами. Может, что-то сказать предполагаете в Барнии Богу. Спасибо. Мы собрались. Мы здесь. А все-таки мы начинали на машине.